В скором времени обновление ждет и Сызранскую центральную городскую больницу. Одно из старейших медицинских учреждений Самарской области. Она оснащена современным оборудованием, но трудиться в ней сложно. Отделения, а их 45, требуют капитального ремонта. С какого начнут и чему уделят особое внимание, узнавала Татьяна Пудова. В коридорах вместо вентиляционных решеток дыры, заколоченные стены, старая проводка ремонта в онкологическом отделении Сызранской центральной больницы не было больше полувека. Условия работы, конечно, оставляют желательнейшее. Достаточно пройтись по отделению, чтобы понять ситуацию. Это и пол, и стены, и все, и вентиляция. Тут много проблем. Нет определенных условий для онкобольных. Они же очень тяжелые. Хотелось бы, чтобы ванная комната была, душевая комната, какая-то комната отдыха. Несмотря на это, корпуса оснащены современным оборудованием. Больница обслуживает Сызранский, Шигонский и Октябрьские районы. Это около 200 тысяч человек. Работает 45 отделений. Вот это послеоперационная у нас палата. По программе модернизации были получены вот такие прекрасные кроватки. Но проблема только в ремонте. Чтобы решить проблему, руководитель Сызранской администрации обратился к Дмитрию Азарову с просьбой выделить средства. По поручению главы региона из областного бюджета выделят 68 миллионов рублей. 60 уже в этом году, еще 8 в следующем. Начнут капремонт с онкологического корпуса. Менять будут все. От покрытия пола, отделки стен до установки новой системы вентиляции и противопожарной безопасности. В Центральной городской больнице определена рабочая группа, где обговариваются вопросы по, в первую очередь, проведению капитального ремонта в отделениях, которые непосредственно нуждаются в этом проведении. То есть такое отделение, как онкологическое. Также необходимо проводить ремонт и благоустройство территории Центральной городской больницы. Помимо онкологического отделения, в капитальном ремонте нуждаются и другие. Мы находимся в хирургическом. Здесь также необходимо заменить систему вентиляции, сделать ремонт в палатах и в коридорах. В терапевтическом отделении, отмечают специалисты, не хватает коек. Отделение рассчитано на 54 койки. В отделении находится на лечении 64 человека. Требует расширение отделения. Требует расширение капитального ремонта. Для удобства пациентов, говорят врачи, во время ремонта все отделения будут работать. Без медицинской помощи жителей трех районов области не оставят. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Новости губернии Сызрань.